Анатолий Васильевич Веселовский родился 14 марта 1933 года в городе Гороховец. Он учился в школе Воскресенье, в свободное время отдыхал с одноклассниками на пруду и ловил рыбу. Когда началась Великая Отечественная война, Анатолию Васильевичу было 8 лет. 22 июня 1941 года, после завтрака, мы с ребятами пошли на Клязьму. Взяли с собой удочки, наловили там где-то к обеду довольно приличное количество рыбешек. Довольные возвращались к себе домой. Подходим с этими куканами, вдруг видим такую картину. Стоят группа мужчин, корят цигарки-самосад дымный, пахучие женщины, плачут. Мы спросили, что случилось. Сказали, война с немцами. Война объединила всех людей, независимо от социального положения. Объединила горем, слезами, несбывшимися надеждами. Она забрала близких у каждого. На фронт шли все, кто мог держать автомат в руках. Мужчин. В возраст до 50 лет призывали в армию. Молодые женщины брали в армию. Ввели корочную систему. Уже после войны Анатолий Васильевич окончил 10 классов и поступил в авиационный институт. Сначала он выбрал строительный факультет, но после передумал и отправился учиться на механика. Захожу в кабинет. В центре сидит генерал-майор авиации. Он спрашивает меня, почему ты поступил в авиационный институт. Я рассказал, что считаю, что сейчас авиация самая прогрессивная у нас техника. Где-то рождаются новые самолеты. После института Анатолия Васильевича по распределению отправили в наш город. Он лично принимал участие в 76 испытаниях ядерных зарядов и был в составе бригады, которая разрабатывала и проводила испытания самой мощной атомной бомбы. Сегодня Анатолий Васильевич возглавляет организацию «Дети войны» и даже находясь на заслуженном отдыхе ведет активную общественную работу. Анатолий Васильевич